И поствыборные страсти в Соединенных Штатах. Здесь разгорается скандал, который уже сравнивают с Ватергейтом. Так кто же следил за Трампом? О прослушке и ее последствиях подробнее Дмитрия Нопченко. Когда в минувшую субботу Дональд Трамп написал вот этот твит. Дескать, президент Обама прослушивал его разговоры за месяц до выборов. Вряд ли даже он сам представлял, насколько серьезный скандал начнется. Уже подключились и Сенат, и ФБР, и Минюст. Спецслужбы растеряны. Fox News выяснил, что президент не консультировался ни с кем из силовиков, прежде чем выступить с обвинениями. Директор ФБР Джеймс Коми попросил Министерство юстиции о публичном опровержении. Дескать, все это ложь. Опровержения посыпались и от команды Обамы, и в телеэфире. Может, это и удивит нынешних обитателей Белого дома, но у президента США нет таких полномочий давать команды о прослушке кого бы то ни было. И чуть позже официальное заявление сделали. Дескать, распоряжений о слежке за кем-либо из американских граждан ни президент, ни любой другой чиновник Белого дома не давали. После такого вала опровержений могло показаться, что Дональд Трамп погорячился. В свойственной ему манере поспешил с обвинениями. Но сейчас появляется все больше и больше доказательств, что кандидат номер один в ходе этой избирательной гонки действительно был под колпаком. Сначала такую вероятность признал Майкл Маккейси, генпрокурор времен Буша-младшего. Человек невероятно информированный. Думаю, он прав в том, что велась слежка. Возможно, были какие-то основания полагать, что кто-то в Трамп-тауэр действует как русский агент. И ФБР начало действовать. По версии бывшего генпрокурора, под этим поводом могли всю избирательную кампанию писать и Трампа, и его ближайших советников. И прослушивать нью-йоркскую штаб-квартиру кандидата, знаменитый Трамп-тауэр, где находились его избирательный штаб и апартаменты. Эти отчеты действительно могли ложиться на стол Барраку Обаме. А еще попасть к команде Хиллари Клинтон. Если это правда, то становится понятно, откуда пресса теперь берет материалы для сенсационных разоблачений, которые практически каждый день появляются в ведущих газетах. И о переговорах генерала Флина с российским послом, и о встречах с этим же дипломатом других членов команды Трампа, видимо, из материалов прослушки, которые после отставки Обамы теперь оказались у демократов. Так ли это? Выяснит теперь Сенатский комитет по разведке, где начнут официальное расследование. У этой структуры есть полномочия вызывать для показаний под притягой любых чиновников, и действующих, и бывших. Сам же Трамп сравнивает эту ситуацию со знаменитым вотергейтским скандалом 1972 года, которая привела к отставке Никсона. Вот только непонятно, имеет ли он в виду, что его импичмента добиваются, или ожидает, что происходящее позволит похоронить его противников. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.